Как складывался матч? В целом матч мы знали, что будет непростой, все соперники равные. Кто-то у нас справился со своим волнением, кто-то нет. Я знала, что последний мой матч, он не то что решающий, но он важный. Не просто было с колледж играть. В какой-то момент во втором партии она поймала какой-то кураж и инициативу перехватила. Да, мы на предыдущем туре тоже с ней играли довольно-таки тяжело. Вообще могу сказать, что у меня здесь нет соперников, с кем бы было очень как-то легко. Даже если счет в предыдущем матче был 3-0 в мою пользу, то это все было на 10, на 9. Борьба идет за каждый мяч и он практически может быть решающим. Как вы оцените свою форму? Мы вас не видели уже давно. Так, ну вот я выиграла и я рада. Меня это устраивает, я не думаю о форме. То есть как есть на данный момент, уже сейчас ничего не изменить. То есть если это мне приносит победу, значит все не так плохо. Ну, всегда приятно наблюдать за вашей игрой, потому что спортивный интеллект это самое интересное, что может быть в спорте, на мой взгляд. Так что... Все в комментариях так думают, иногда читаю. Это люди не знают, что такое настольный теннис. Самое красивое это вот комбинация. Ну, надеюсь, да, что кому-то приятно на это смотреть. Спасибо. Дядя, на вас я вспоминаю нашу легендарную советскую теннисистку Валентину Попову, которая тоже не обладала мощными ударами какими-то сверхъестественными. Ну, попробуй выигрываю у нее очко. Ну, да, да, есть такие стили, что вроде бы кажется, что ничего сложного, но каждый мяч нужно вырвать, постараться. Мы желаем вам, чтобы у вас форма, как говорится, наращивалась, улучшалась от матча к матчу, чтобы московская команда занимала все более высокие места и впереди плей-офф. Да, да, впереди плей-офф. Будем готовиться, мы в него попали, мы очень рады. Будем стараться. Удачи вам во всех матчах и в личных тоже. Спасибо большое, спасибо.